Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава пророка Иезекииля. Я, Андрей Деснинский, читаю свой перевод и его комментирую для библейского портала Экзегет. Итак, у нас второе видение Иезекииля. Он находится далеко от Иерусалима, в Вавилонии, в Изгнании. Иерусалим еще не взят, но это видение, собственно, о том, что он скоро будет взят и разрушен. Восьмая глава описывает у нас, какие безобразия творятся, языческие культы. Девятая говорит о том, что некие шесть человек со смертельными орудиями, естественно, это прообраз некоего человеческого войска, проходят по городу и убивают всех, кроме тех, кто вздыхал и скорбел об этих мерзостях. А этих людей отдельно отмечает особым знаком еще один человек. Десятая глава описывает примерно то же самое, но уже с некоторым мистическим измерением. Есть человеческие события, есть человеческая грань истории, есть и мистическое измерение. Я увидел над сводом, что был у них над головами, нечто подобное престолу из сапфира, а на нем некто подобный человеку. Обратим внимание, что это, в общем-то, повторение, пусть не буквальное, но в значительной степени того, что мы видели в первой главе, описание некой загадочной колесницы. И свод опять над головами. Там был такой очень сложно устроенный образ колесницы, где, в общем, не очень даже понятно, как это может быть. И на нем сидит некая фигура, в которой явно распознается аллегория бога. То есть, как царь на своей колеснице торжественно едет в окружении какого-то особого отряда своих гвардейцев, охранников. Вот так здесь, в окружении удивительных существ, четырьмя лицами едет некто на колеснице. Он обратился к тому, кто был облачен в льняную одежду. Я напомню, что это человек с песцовым прибором, который отмечает знаком людей, вздыхающих о безобразиях, творящихся в Иерусалиме. «Ты был облачен в льняную одежду. Ступай туда, между колес под херувимами. Возьми полную горсть углей, что горят между херувимами, и брось их на город». Херувимы — это такие существа, не очень понятно, как они выглядели, но, судя по всему, это существа с четырьмя лицами, которые описаны у Иезекииля в первой главе, а может быть и нет, может быть кто-то еще. В конце концов, на крышке ковчега Завета были изображены херувимы с крыльями. Но это в любом случае вот как раз такая крылатая стража, как раз те гвардейцы, которые сопровождают шествие царя, вот духовные существа, которые сопровождают шествие Бога. И мы понимаем, что это, конечно, все некоторые образы и символы, а не буквальные физические существа. И вот между ними горят угли. Вообще, описание этой колесницы, оно полно вот этих замечаний об огне, о жаре. Ну и понятно, что там, где огонь, там должен быть какой-то носитель этого огня, вот угли. Одновременно угли — это то, что лежит на жертвеннике. Когда сжигают жертвенное мясо или воскурение приносят, то эту жертву как раз бросают на угли. И вот здесь ровно это и описано. Значит, там полная горсть углей. Я напомню, что, например, пророк Исаия, он в момент своего призвания, у него была такая очень необычная история. Его уст коснулся горящий уголь жертвенника, очистил его. Хотя понятно, что целовать губами горящий уголь — это совсем не то, что нам хочется делать. Совсем не то, что останется без печальных последствий для здоровья. А вот здесь возьми полную горсть углей, что горит между херувимами. С одной стороны, вот этот образ жертвенного угля, жертвенного огня. С другой стороны, что-то очень горячее, разрушительное. Брось их на город. И он отправился туда у меня на глазах. Херувимы стояли к югу от храма, когда он входил к ним, а внутренний двор наполнило облако. И слава Господне сошла с херувимов к порогу храма. И облако наполнило храм, а двор наполнило сияние славы Господней. И шум крыльев херувимов слышен был и во внешнем дворе, как голос Бога Всемогущего, когда он говорит. То есть вот как раз такой очень сложный образ царя, который возвращается в свой дворец. Вот его колесница с его стражниками остается вовне, а он входит внутрь. Вот так Господь входит в свой храм, херувимы остаются вовне, там у них угли. И когда он дал повеление тому человеку, облеченному в льняную одежду, взять от огня, что был меж колесами и меж херувимами, и тот прошел и встал подле колеса, когда один из херувимов протянул руку к огню, что был между херувимами, взял от него и вложил в ладони человека, облеченному в льняную одежду, а тот вышел с огнем в руках. Под крыльями херувимов виднелось подобие человеческих рук. Вот херувимы крылатые, но у них еще есть руки, и видим, что эти горящие угли передаются голыми руками. То есть, ясно, что это такие образы, но вот есть люди, которым это не вредит, или существа, лучше сказать, которым это не вредит. Я увидел подле херувимов четыре колеса, по колесу подле каждого из херувимов, и на вид они были словно из кристалла. Они одного и того же вида, причем внутри каждого колеса находилось другое колесо. Двигаясь в любую из четырех сторон, они не поворачивались, но двигались туда, куда была обращена колесница. Так и двигались без поворотов. А тела этих существ, и спины, и руки, и крылья, как и колеса, были усыпаны глазами. Да, колеса были усыпаны глазами по всей окружности, а называли их, как я слышал, кругами. У четырех существ были по четыре лица у каждого. Одно лицо херувима, другое лицо человека, третье лицо льва и четвертое лицо орла. Только, пожалуйста, не спрашивайте меня, что все это значит. Я не знаю, никто не знает. Вот снова мы видим видение, очень похожее на то, которое мы видели в первой главе. Единственное, что там четыре существа, они были с немножко другими лицами. Там одно лицо быка, здесь сказано лицо херувима. Остальные три лица совпадают. И в первой главе глаза были только на колесах, а здесь тела существ покрыты тоже глазами. То есть, немножко другая картина. И, собственно, в первой главе мы пришли к выводу, что мы не понимаем, что это такое. Наверное, не можем понять, что это вот некий таинственный мистический опыт, который просто не поддается описанию. И который вообще на языке нашем повседневном человеческом звучит абсурдно. Двигаясь в любую из четырех сторон, они не поворачивали колеса. То есть, как может колесо не повернуть, если оно двигалось в одну сторону, а потом в другую? И внутри каждого колеса находилось другое колесо. Что это? Как-то четыре лица. Ну, просто это непонятно. И мы говорили, что это некий образ невыразимой реальности. Что пророк видит нечто такое, что он просто не может описать. И он, может быть, нарочит и описывает это абсурдными словами. Такими, которые явно выпадают из нашего повседневного обихода. Вот у нас такого нет. А он это видит в таком своем загадочном видении. Херувимы поднялись. Это были те самые существа, которых я видел при потоке Кевар. Из чего мы заключаем, что, наверное, Херувимы немножко похожи на быков. Потому что, где лицо быка было там, лицо Херувимы здесь. И когда Херувимы приходили в движение, подли них двигались и колеса. И когда Херувимы расправляли крылья, чтобы оторваться от земли, то и колеса от них не отставали. И когда останавливались одни, то останавливались и другие. И когда существа поднимались, то поднимались подли них и колеса. И быдых существ был в колесах. Опять, абсолютно невозможно себе это представить. Ясно только, что вот эти Херувимы, или существа, как некая почетная стража Господа, они двигаются вместе с колесницей. И вообще вот тут все гармонично. Вот тут это движение равномерно. Но почему же здесь так все это подробно описано? «Теперь слава Господне отошла от порога храма и встала над Херувимами. А Херувимы расправили крылья и поднялись от земли у меня на глазах, и вместе с ним двинулась и колесница. И остановились они у восточного входа в храм Господень, и была над ними слава Бога Израилева. Это были те самые существа, которых я видел служащими Богу Израилеву при потоке Кевар». Вот в первой главе. «И я понял, что они херувимы, по четыре лица у каждого и по четыре крыла у каждого, а под крыльями подобие человеческих рук. Их лица выглядели так же, как и те, что я видел при потоке Кевар, и каждый шел прямо, куда смотрело его лицо». Но вновь абсурд, потому что четыре лица у каждого, то есть они движутся одновременно в четыре стороны каждой, и это все слажено так, что они движутся вместе, причем с повозкой. И почему-то он постоянно рассказывает, что это все то же самое, то же самое, то же самое. Мне кажется, вот описывая этот неописуемый опыт, ему очень важно подчеркнуть, что на самом деле Господь не меняется, что Он может быть в храме, Он может быть в Вавилонии, Он может быть где-то еще, Он может двигаться, Он может останавливаться. И, по крайней мере, мы это описываем глаголами движения или остановки, мы не знаем, как это еще назвать. Но Он тот же самый, и вот с Ним этот огромный духовный мир, вот человек, насколько он смотрится на его фоне не меняющимся, насколько он сохраняет то, что ему дано. Вот, собственно, об этом и это сложное пророчество. Ну, в 11 главе оно, конечно, будет продолжено. Продолжение следует...